Друзья, сегодня поделюсь с вами рецептом очень простой мази, которая в свое время, ну просто спасла мою маму от достаточно серьезной ситуации со здоровьем. А проблема ее заключалась в следующем. 30 лет назад у нее был обнаружен в прямой кишке достаточно крупный полип. Достигал он уже 2 сантиметров. Все началось с незначительных болей, потом кровотечений после дефекации, вот все время выделялась кровь, обратилась она к проктологу и после исследования сказали, что достаточно такой крупный уже полип и надо бы его срочно удалить как можно быстрее. В общем, отправили ее в область на операцию, но так как она гипертоник с достаточно серьезным стажем, вот уже прям с юности у нее началась эта проблема и давление очень часто достигало у нее 200-220, вот даже с 200 она ходила на работу, там правда иногда теряя сознание, но тем не менее. И вот там 2 недельки ее поисследовали, поисследовали и отправили обратно домой, сказали решайте свои проблемы с давлением, пока не решите, никакой операции делать не будем, хотя ее надо делать срочно, потому что просто боимся давать вам наркоз, не знаем какие будут последствия. В общем, друзья, вот такая ситуация достаточно критическая, такая безвыходная сложилась и с давлением ничего сделать не могут, регулировать, как-то стабилизировать хотя бы временно и операцию надо срочно делать, потому что полип уже большой и кровит уже при каждой дефекации и вот она уже не помнит как попадает ей простецкий рецепт мази от полипов и она решила попробовать. Для этой мази необходимо всего лишь два ингредиента, это вазелин и чистотел. Вот в идеале вообще мы старались сделать вот как мама делала в свое время, но у нас, как видите, ничего не получается, потому что опоздали мы с заготовкой чистотела, он такой уже стал достаточно жесткий стебли и сок не капает. А вот у нее как-то получилось и получалось, когда она для профилактики там несколько лет после этого делала, вот я сама видела, как она приносила охапку чистотела, просто раскрывала коробочку вазелина, половину вазелина выбирала из этой коробочки, а вот в эту ложбинку углубление образовавшееся она брала стебли чистотела, разламывала некоторые вот эти особенно утолщения, там лезвиком отрезала, некоторые просто разламывала и прямо капельки такие висели вот этого сока ярко-оранжевого. И вот она накапывала половину жестяночки сока, потом брала спичечку и перемешивала все это и жестяночку раз и закрыла. То есть у нее вообще идеально все проходило стерильно и достаточно быстро. У нас же этот процесс затянулся. Добыть вот простым способом накапать из стеблей мы не смогли. Довелось брать нам ручеек, вот видите, париться с ручейком, хоть очень не хотелось этого делать, и выдавливать сок на нем, хоть там сока-то надо, боже, буквально чайная ложка. Вот видите, жом какой замечательный получается, зато на ручейке давится вообще легко, на ура. Вот этот жом очень хорошо использовать для гидролата. На алькитаре я вам показывала свои медные, как я делаю гидролат. И первому гидролат был, кстати, из чистотела, потому что ну уж очень полезное растение. Так вот этот жомчик, это самое оно. Гидролат будет такой насыщенный, не водянистый. И так как у нас технология немножко была нарушена, то решили мы, в общем, вышкрябывать вазелин из жестянки в отдельную емкость, добавлять туда сок и потом перемешивать и обратно заправлять в жестянку. В общем, надо интенсивно, так интенсивненько-интенсивненько перемешать, чтобы сок максимально пропитался, перемешался с вазелином. Если там внизу будет оставаться сок, который уже не входит в вазелин, то есть вы не рассчитали. Вот ничего страшного, пусть он остается, используйте там, не используйте, выльете на бородавке, папилломы используйте. Мы вынимаем в жестянку только вазелин, натолкали, распределили и закрыли и ставим в холодильник. И вот этой мазью мама смазывала полип ежедневно, на ночь и после каждой дефекации. Через три месяца полип кровить перестал и после осмотра проктолога оказалось, что он больше, чем в два раза стал меньше. И вот спустя полгода, в принципе, от полипа ничего там не осталось. То есть полип ей больше не выставляли, ни на какие операции не отправляли. Но, честно говоря, напугана она была достаточно сильно, поэтому года три точно после этой ситуации для профилактики, вот ежегодно в мае месяце, оптимально в начале мая или в середине мая, смотря какая там весна будет, вот она нарывала вот эту охапку чистотела, именно как-то улавливала момент, когда сок прям капал из этих стеблей и делала вот эту мазь, которую, вот эту коробочку вазелина она использовала и себе как бы пунктик ставила, что все, профилактику она прошла. Так как полипа, это все же предраковое состояние, потому с ними затягивать не стоит. Вот, друзья, решила поделиться, давно уже решила поделиться, но все руки как-то не доходили рвать этот чистотел. И опять, извините, опоздала, очень сильно расстроилась, что не смогла показать, как просто, очень легко, ну буквально там, ну минут за десять можно накапать эту коробочку. И хочу предупредить вас, друзья, что мазь печет. Вот, чем более воспалена в слизистой прямой кишке, тем больше и печет. Так как чистотел обладает не только антираковыми, но еще и антибактериальными и сильными фунгицидными свойствами, то я использовала эту мазь, но использовала от кандидоза прямой кишки. Слизистые были тогда сильно воспалены, и боль такая достаточно интенсивная. Вот, особенно первые три минуты, прям отдающие куда-то вверх, кажется, прям к сердцу. Потом минут через пять она начинала стихать, и где-то через десять-пятнадцать, в принципе, она настолько становилась терпимой, что я о ней и забывала. Имейте это в виду, потому что мазь достаточно концентрированная получается. И так как чистотел все-таки относится к ядовитым растениям, то его надо использовать с перерывами, курсами, под наблюдением врача, после консультации с врачом, изучив противопоказания. Хотя, я как-то вспоминала в одном из роликов, меня просто поражают куры, которых у нас там, ну, три-пять всего лишь штучек мы держим. И вот они по весне такую охапку чистотела просто на раз склевывают. Вот мне кажется, что именно чистотел помогает им справляться с плесенью, афлотоксинами, которых достаточно много в зерне. Ну, о чистотеле можно говорить бесконечно. Мазь я вам, друзья, показала. Всего доброго и будьте здоровы! Храните мазь исключительно только в холодильнике. Не больше трех месяцев. Потом делайте перерыв и при необходимости делайте новую порцию. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова К variable... ...